ТАЙНЧЕРВЯ Автором ТАЙНЧЕРВЯ считается римлянин Терций Сибелиус, дата рождения около 280 года нашей эры. В молодости он нес военную службу в Египте. Отличался живым и острым умом, а также страстью к собирательству разного рода артефактов. За небольшие суммы он приобретал, но чаще изымал силой у местного населения статуэтки, амулеты, свитки папируса с информацией религиозного и философского содержания. Из секретных документов, написанных по приказанию Юлиана Отступника и дошедших до наших дней в виде небольших отрывков «Человеком» или «Точнее, человекоподобным существом, приобщившим Сибелиуса к леденящим кровь культом, назван эфиопский чернокнижник Талим и приведена дата написания ТАЙНЧЕРВЯ – это 331 год нашей эры. В это время, по скудным сведениям, которыми мы располагаем, Сибелиус был отошедшим от ратных дел ветеранам, живущим в столице империи, в скромном доме, доставшимся ему по наследству. Таким образом, за четыре столетия до Некрономикона появился труд на латинском языке, в котором упоминались имена старцев. Книга очень быстро распространялась среди знатоков черной магии и была запрещена христианскими императорами. При Феодосии II Великом практически все ее экземпляры были уничтожены. Но в руках адептов черного искусства, нашедших приют среди варваров, на дальних рубежах империи тайны уцелели. В каком-то смысле, благодаря преследованиям, которым подвергалась темная мудрость, она шествовала впереди Благой Вести, изгнанная из цивилизованных стран, и многие варварские народы узнали и приняли ее прежде крещения. Она быстро укоренилась на почве язычества, и миссионеры, путешествуя по Галии и Британии, были сильно удивлены, когда сталкивались с действующими сатанинскими сектами в среде людей, впервые узнавших Христа как лжемессию, а не спасителя мира. Одна из таких сект, достигнув неизмеримого могущества, пережила не только средние века, но и английскую буржуазную революцию, будучи полностью изолированной от внешнего мира. В 1680 году Аббат Бартоломью приезжает в поместье графа Кевина Мерчента, чтобы исполнить секретное поручение его святейшества Папы Иннокентия XI, заключающееся, как становится ясно из его мемуаров, написанных после окончательного разрыва с церковью, в которых он прямо заявляет о том, что не видит смысла в сохранении тайны и не боится мести святой инквизиции, в проведении тщательного расследования, богопротивной и опасной для общества деятельности графа. Могучий, нечеловеческий интеллект Марчента без труда изобличает намерения Аббата. Но граф не делает ни малейшей попытки утаить свою принадлежность к худшему виду колдунов, а именно к заклинателям, и охотно делится с Аббатом своими чудовищными знаниями. Вскоре Аббат Бартоломью уже не просто расследует богопротивную деятельность, а с удовольствием участвует в жутких оккультных экспериментах. А впоследствии приобщается к древнему и зловещему культу Альяка, безразмерного, бесформенного хаоса и запредельного безумия. Мы не знаем при каких обстоятельствах. В его мемуарах об этом сказано очень мало. Он находит книгу в дремучих лесах на севере Англии, в затерянном поселении, которого нет ни на одной карте, окруженном непроходимыми болотами. Пересечь гибельную топь можно по тропам, известным только жителям поселения и никому больше. Невидимые стражи надежно охраняют деревню. В цивилизованном мире это место считается проклятым, ибо путников, заблудившихся в здешних лесах, часто находят мертвыми на краю трясины, а иные, волей судьбы, оказавшиеся здесь, исчезают бесследно. Аббат, уже посвященный в традицию заклинательства, смог не только добраться до деревни живым, но и вернуться оттуда с латинским текстом книги. Причем некоторые фрагменты найденного им текста, например, черная скрижаль, были написаны на мертвых языках. Все эти места Аббат перевел на латынь, как видно, ему был известен ключ. В книге содержались также два специальных алфавита, старший из 22 и младший из 17 знаков. Такова история древних писаний, именуемых «тайнами червя» по латыни «Deviormis misteris». Начиная с середины прошлого столетия, тайны нередко появлялись в лавках книготорговцев. Мы предлагаем вам перевод, сделанный с экземпляра книги, напечатанного в 1932 году в одной из частных типографий Лейпцига. Продолжение следует. Продолжение следует.